Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем исследовать любовь вместе с вами. Я сегодня предлагаю такую тему для размышлений. Ответ на вопрос я давать на этот раз не буду, а надеюсь, что вы подумаете и напишите свои ответы на данный вопрос. Как вы полагаете, почему так сложно найти пару, чтобы быть счастливым в семье длительный период? Вот. Следующий вопрос. Почему всё же некоторым людям повезло, скажем так? Как мы видим, вроде бы повезло. Ни за что, ни про что они получают счастье в семье. А другим людям, кажется, всё у них хорошо, всё у них есть, но вот счастья семейного нет. Ну и третий, скажем так, соу-соу. Что-то более-менее есть, но далеко до вот той вершины счастья, о которой можно мечтать. Я скажу более конкретно по вот этим вот трем уровням. Вот, например, мы живём в селе, и я знаю в селе несколько пар, которые действительно счастливы. У них гармония в семье. Это одна пара. Они занимаются сельским хозяйством. У них две коровы, и мы у них покупаем молоко. И иногда там другую молочную продукцию. Другая пара в селе есть. Мы часто их встречаем. Они на лошадке в этой повозке едут. Муж и жена уже старенькие. И смотришь на них, они бесконечно счастливы. Как будто бы вот вчера расписались. И вот их свадьба. Это две пары, которые вот я знаю, здесь в селе у нас есть. Ну, есть ещё третья пара. У них, так сказать, ни холодно, ни жарко. Они рассказывали, как они познакомились. В одном селе жили. Он к ней приходил. После этого они свадьбу сыграли. И вот они живут уже. Уже у них внуки есть. И более-менее хорошо живут. Опять же, я бы не назвала, что это счастье такое полноценное, как мы его предлагаем для вас. Наши знания хотим передать. Это тот уровень, который самый высокий. Но чтобы достичь этого самого высокого уровня, мы должны разобраться, а что для этого нужно. Поэтому мы сейчас ещё раз вопрос. Почему одним семьям, вроде бы ни за что, ни про что, вот они сельские люди, обычные, простые, им даётся семейное счастье. Другие люди, кажется, такие заслуженные, прославленные. И такие, всё у них, казалось бы, должно быть хорошо. Но у них, увы, далеко не всё хорошо. Вот взять хотя бы семью Дональда Трампа. Мы изучали очень подробно его отношения в семье. И три развода, то есть два развода и третий брак у него, насколько так вот официально. Он описывал свои книги, которые мы изучали, и писали в своей книге тоже, как пример. Итак, почему вот такой дисбаланс даётся, кажется, так внешне? За что вот людям одним простым счастье, а другим вот таким вот, казалось бы, всё у них должно быть схвачено, но счастье не сумели схватить? Этот вопрос я оставляю для вас. Пожалуйста, ответьте, что вы думаете по этому поводу? В свою очередь я хочу вернуться к той теме, которую мы на прошлом нашем уроке рассматривали. Это тема относительно технологии брачных отношений. В частности, мы говорим о том, что в западной культуре принято время, время процесс ухаживания обязательно присутствует, золотяние на украинском языке. А в восточной культуре, в частности, Индия, к ним же относятся и Арабские Эмираты, мусульманская культура, там, где знакомят детей родители для того, чтобы состоялся брак, состоялась семья. Я хотела бы углубиться вот в это состояние, перенести вас в состояние отношений, когда вам, близкие вам люди, знающие вас хорошо, предлагают знакомство с целью создания семьи. Это такое вот сложное ощущение, когда можете себе такое представить. Вот вы, например, находитесь в Индии. Вообще переехали туда жить. И вот вам говорят, что вы готовы, мы готовы с вами создать семью. Вот у нас есть сын, если вы женщина, то вот мы хотели бы, чтобы вы были женой для нашего сына. И сын к вам не приходит, а каким-то образом вы эту информацию получаете от родителей. И, возможно, не от самих родителей, а ещё через какого-то третьего человека. И вот вам нужно решиться, зная эту семью, вы знаете, что это хорошая семья, что у них действительно хороший сын, или хорошая дочь. И вот вам нужно войти вот в эту культуру мысленно, для того, чтобы представить, что вы даёте согласие, и вы никаких встреч до свадьбы не получаете. Вы первый раз видите своего жениха в ашраме. То есть это как у нас в церкви. Первый раз вам там такой обряд есть, снимается такая занавесочка, и вы первый раз видите перед собой своего суженого, с которым вам нужно жить всю жизнь, а вы его только первый раз увидели в своей жизни. Итак, я, конечно, не хочу вас вводить в стресс, но я бы хотела, чтобы... Я очень сильно не буду вам предлагать войти в это состояние. Я просто в какой-то степени отдалённо хочу вам предложить задуматься о том, есть ли любовь в семьях Индии. Или же у них вообще нет любви. Или же вот их дети рождаются абсолютно вне любви, без любви. И вот люди создают такой прекрасный кинематограф, создают такое прекрасное искусство, и это всё происходит без любви. Наверное, это не так. Я вас уверяю, это не так. Я вам хочу сказать своё мнение по этому поводу, что в таких парах, в таких семьях любовь сама зарождается, и она крепнет с каждым днём. И супруги ценят друг друга и узнают друг друга на протяжении всей жизни. Есть замечательные такие фотографии, когда по выходным много-много разных пар выходят на берег океана и садятся, смотрят друг на друга и общаются. Это действительно замечательно, когда люди раскрывают друг друга на протяжении всей жизни. И вот эта любовь у них растёт всё больше и больше. Я могу согласиться, что так не у всех далеко, но в большинстве случаев именно это так. Мы в своей методологии, в своём курсе лекций, которые мы ведём, и когда мы даём домашнее задание, когда мы говорим... Я там написала после лекции о том, что вот сделайте, пожалуйста, видео о том, как вас любили родители. Или мама, или папа, или вдвоём. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы вспомнили эту любовь, и чтобы вы её усилили в себе, потому что эти чувства, они будут излучаться и вибрировать из вашей души, из вашего тела. И эти чувства любви, они будут создавать вам ваш путь к той любви, к которой мы идём. Это любви супружеской, любви в семье, в вашей личной семье. Следующее видео у нас было о вашем детстве, о том, чтобы вы снова-таки вспомнили прекрасные дни вашего детства, когда вы были наполнены радостью, любовью. И опять же, тот же результат. Мы наполняемся этой радостью, любовью, и несем эту любовь, закладывая её у себя в душе, мы её потом готовы передать другому человеку. Любовь излучает из человека определёнными вибрациями. И эти вибрации будут притягивать вам человека, любящего, достойного, излучающего спектр любви, аналогичный вашему. Вот так работают эти энергии, и вот так будет работать наша методика, по которой мы идём в направлении подготовки к гармоничной семье. Исходя из этого, как в Индии происходит, они наполнены любовью. Эти молодые люди уже готовы создать семью. И они только ждут вот эту вторую свою половинку для того, чтобы соединиться в любви с ней. Итак, самое важное наполнится любовью. И эта любовь будет так велика, что она пойдёт через края вот этого нашего сосуда, который под названием тела, и она будет выливаться из нас. И тот прекрасный человек, который будет насыщен прекрасными энергиями любви, будет находиться в таком же состоянии, как и вы. и наступит время, когда мы ещё и ещё будем делать следующие подготовительные задания, когда эти энергии ваши найдут друг друга и сольются в определённых условиях, которые, конечно же, для нас создаёт Всевышняя Сила. Итак, на сегодня я заканчиваю нашу встречу. Спасибо за внимание. субтитры DimaTorzok субтитры DimaTorzok